МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Оценили потенциал в День науки. Самарским Эйнштейнам вручили награды. Московские гастроли. Номинант «Золотой маски» и спектакль «Леди Маг Медицинского уезда» отправится покорять столичного зрителя. Весна не за горами. В Самарском зоопарке прошел мастер-класс по изготовлению скворечников. Лучшие умы 63-го региона собрались в Самарском театре оперы и балета. Заслуженных ученых и педагогов чествовали в преддверии Дня российской науки. Лауреатов президентских грантов поздравлял губернатор Николай Меркушкин. Олег Зверев продолжит. День российской науки – один из самых значимых праздников в календаре, считает губернатор Николай Меркушкин. Он отмечается уже 17-й год. Поставшие уже добрые традиции, самарские власти и представители научного сообщества собрались вместе, чтобы отдать дань уважения работникам отрасли. От вас зависит очень-очень многое и сегодня, в области, в стране, и особенно завтрашний день, и страны нашей, и, естественно, нашей области. Что мы будем, над чем будем работать, какие у нас будут разработки. Работы для ученых в Самарской области немало. Научным исследованиям в губернии уделяют особое внимание. Сегодня на территории региона создается масштабный технополис «Гагарин центр». По словам губернатора, в этом комплексе будут сосредоточены самые передовые космические и авиационные разработки. Задачи перед учеными стоят более глобальные, чем в прошлом году, который выдался для самарской науки весьма плодотворным. При поддержке правительства и губернатора, по-моему, совершили в 2016 году огромный прорыв. Мы все вместе построили космодром восточный, запустили нашу самарскую ракету «Союз» с новым разгонным блоком «Волга» и с двумя космическими аппаратами. Самым выдающимся ученым вручили награды, их оказалось 13 человек. Шестеро в прошлом году также получили президентские гранты, например, за разработку в сфере обслуживания стартовых комплексов ракет-носителей. Олег Зверев, Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. 8 сантиметров снега выпало в Самаре в выходные. Чистка улиц идет и днем, и ночью. Только за минувшие сутки коммунальные службы вывезли на городские полигоны 7 тысяч тонн снега. Завалы расчищали с помощью спецтехники и вручную. За снежным боем наблюдала Олеся Корецкая. Снег с самарских улиц бойцы коммунального фронта убирают каждый день. На Пензенской первым делом после снегопада дворники очищают тротуары и остановки. В помощь людям малая техника, которая специальным ножом и щеткой счищает наледь. Ночью выходит тяжелая техника. То есть МДК происходит уборка проезжей части дорог, происходит поджим снега, вывоз снега происходит по ночам. Зима снежная, да. То есть в последнее время очень много снега выпало. То есть тяжело, но справляемся вроде помаленьку. Расчищенные дорожки посыпают реагентами и смесью соли и песка. Убирают снег в две смены. Днем главное расчистить остановки и тротуары. Нет, ну бывает, конечно, тяжело в морозные дни. Ну а так вроде ничего. Когда работаешь, не так ощущается. Снег убираем, песком посыпаем. В основном, естественно, сначала остановки, пешеходные переходы. Помогает рабочим небольшой погрузчик. Этот юркий малыш легко расчищает проходы и проезжую часть. Сдвигает снежные завалы туда, где они не будут мешать. Затем их увезут на полигон. Алексей Николаенко работает водителем погрузчика год. Привык легко маневрировать на городских улицах между машин и вечно спешащих самарцев. Он нормально маневрирует. Аккуратность, внимательность. То есть люди идут, автобус остановился, подождал, прошли все и дальше пошел потихоньку работать. Тут так вот иногда бывает то, что вот стоят парковки, то есть нуждать приходится, пока они уедут. А так нормально. Автомобили буквально все заполонили. Они часто мешают коммунальщикам приводить улицы в порядок. Особенно ночью, когда большинство паркует машины у обочины неподалеку от своих домов. Именно в это время на улицы выходит тяжелая техника. В ночное время для борьбы с снегопадом на дороге вышли 229 единиц специальной техники. К утру основная часть магистрали была прочищена, движение было достаточно удовлетворительным. В дневную смену на дорогах работали 154 единицы. К утру большая часть улиц, по которым ходит общественный транспорт, были расчищены. Самарцы дают оценку. Вообще хорошо, вот эти вот маленькие, которые есть, да, они очень хорошо выбирают. Я имею в виду вот эти уборщики. Потому что мы и с ребенком гуляем, брудничок у нас. Прям вообще вот эта вот улица до Владимирской, прям вообще прекрасно. Как здесь убрали, нравится. А то, что у нас во дворах творится, совсем безобразие. Мы дорогу стали убирать, но дворы все-таки оставляют желать лучше. Здесь хорошо, молодцы, нет, не скользко. За порядком во дворах должны следить управляющие компании. Как они справляются со своей работой, проверяют административные комиссии и городская административно-техническая инспекция. Те, кто не справляются, получают предписания и штрафы, чтобы бой со снегом на самарских улицах шел еще активнее. Я бы оброшу и в том числе районы организовать работу по расчистке закрепленной территории кварталки и дворовой территории, обращаясь в этой части. Сегодня к вечеру доложить процент уборки и жесточайшим образом не в квартал сейчас, не во двор. Если во двор зайдешь, то в квартал не проедешь. Разговоры о том, что в Самарской области разгулялись аномальные морозы и небывалые снегопады, Василенко называет в спекуляции. Подозревает, что кто-то просто не хочет работать. К таким прогульщикам обещают применить самые жесткие меры. А очищенные улицы самарцам обещают показать уже завтра. Олеся Корецкая, Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, Константин Головин. События. Мы можем, я могу. Под таким лозунгом прошел Всемирный день борьбы против рака. По этому случаю на все вопросы об этой серьезной болезни ответил главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Специалист рассказал о том, как предупредить опухоль и как ее лечить в Самаре. Советы медицинского эксперта выслушал наш корреспондент. Рак не приговор, если его выявить на ранней стадии, уверяют врачи. А такая возможность есть у каждого самарца. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства, где специалисты проведут диагностику. Если в 2012 году данный показатель, то есть выявление на первой, второй стадии составлял 52%, то по итогам 2016 года данный показатель составляет 63,6. То есть отмечается значительный рост. А следовательно, чем раньше мы выявляем рак, тем выше вероятность, что от данного недуга можно полностью излечиться. Рак – это общее название онкологических заболеваний. У врачей есть свой топ-5 среди страшных диагнозов. На сегодняшний день рак легкого занимает первое место. То есть он занимает основные позиции, порядка 16%. Далее за ним следует рак толстой прямой кишки, как я сказал. Второе место занимает по смертности. Третье место занимает рак желудка по итогам 2016 года. На четвертое место сейчас опустился рак молочной железы. Далее на пятом месте гемобластоза, то есть рак крови, если говорить банально. Причины развития рака кроются в образе жизни. Алкоголь, курение, малоподвижная работа и вредное питание. Эти факторы могут стать причиной возникновения рака или усугубить течение болезни. Медики советуют хорошо питаться и побольше двигаться. Тем более, что здоровый образ жизни сейчас в тренде. А в случае заболевания сразу идти к врачу, а не заниматься самолечением. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Спектакль, который почти 30 лет был запрещен к показу. Леди Макбет Мценского уезда в постановке Самарского театра оперы-балета готовится покорять столицу. Уже 22 февраля артисты выступят на фестивале «Золотая маска». Опера представлена в пяти номинациях. Когда ждать итогов самой престижной театральной премии страны, знает Алина Чемерес. Наставление артистам перед московскими гастролями. На сцене отмеченная в пяти номинациях на «Золотой маске» леди Макбет Мценского уезда. С первых минут перед зрителем главной героини. Опера начинается с напряженного разговора Катерины Львовны со свекром. Своё произведение Шостакович назвал трагической сатирой. При постановке по мотивам повести Лескова композитор и либретист поменяли лишь мотивы поступков Катерины Львовны. Авторы сделали её не только порождением купеческого быта, но и жертвой жизненного уклада того времени. У оперы «Непростая судьба» публика впервые увидела спектакль в 30-е годы. Назывался он, как и повесть леди Макбет Мценского уезда. Тогда постановку жёстко раскритиковали, и она исчезла со сцены почти на 30 лет. Позже Шостакович сделал новую редакцию и назвал её Катерина Измайлова. Этот вариант в дальнейшем и был показан в Москве. В Самарском театре оперы и балета представлена первая редакция спектакля. Поставил её известный режиссёр Георгий Исаакян. Премьера оперы состоялась в мае прошлого года в честь 110-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича. И то, что у Самарского оперного театра сегодня достает сил для того, чтобы играть, наверное, одну из самых сложных партитур в мире, партитуру Шостаковича, причём первую редакцию леди Макбет Мценского уезда со всеми её невероятными сложностями и для оркестра, и для солистов, и для хора. Конечно же, в первую очередь, это заслуга театра, его художественного руководства. Номинантами «Золотой маски» артисты Самарского театра оперы и балета становились и в прошлом году. Тогда этой честью удостоился спектакль «Дама пик». Постановка леди Макбет Мценского уезда на главной театральной премии страны представлена в пяти номинациях. Качественно поменялся уровень спектаклей, и мы поднялись на какую-то вот эту ступеньку, и после прошлого года, когда вот мы были номинированы, уже, конечно, ниже планку задавать никак не хочется, поэтому только поднимать и поднимать планку. Я когда разговаривала уже с публикой, с людьми, которые, ну, как бы к музыке не имеют отношения, они сказали, мы посмотрели хороший фильм. Покорить столичную публику самарским артистам предстоит 22 февраля, а уже в апреле на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко назовут имена победителей «Золотой маски». Алина Чемерец, Константин Головин, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Новокубышевске 8 тысяч жителей эту ночь провели в холодных домах. Там продолжаются работы по устранению порыва на магистральном трубопроводе. Коммунальная авария произошла на улице Максима Горького. В зоне отключения оказались 227 жилых домов в 10 районах города. Сегодня утром отопление появилось в некоторых домах, школах и детских садах. На месте порыва работают две аварийные бригады. Ушла под лед. Занятия спортом чуть не стоили жительницы Самары жизни. На реке Самары, примерно в 20 метрах от берега, справа от южного моста, под лед провалилась лыжница 55 лет. На помощь ей выехали экстренные службы. Женщину удалось спасти, после чего ей понадобилась помощь медиков скорой. От госпитализации лыжница отказалась. Хищение с территории строящейся спортивной арены к предстоящему чемпионату мира предотвратили ОМОН и сотрудники Росгвардии. Ночью сработала кнопка экстренного вызова полиции. Сотрудники охраны заметили подозрительный автомобиль на территории комплекса. В кузове грузовика прибывшие силовики обнаружили электрические кабели металлоконструкции. Никаких объяснений 45-летний водитель машины дать не смог. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составила 100 тысяч рублей. Четыре часа спустя в полицию поступил еще один сигнал. На этот раз были задержаны двое жителей Таджикистана. Молодые люди пытались вынести со стройки электроприборы. По обоим фактам ведется проверка. ДТП с участием общественного транспорта произошло в понедельник вечером в Самаре. На пересечении улиц Советской и Ставропольской второй вагон трамвая номер 24 сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередач. В результате оказалась повреждена контактная сеть. Движение трамваев было полностью парализовано. На место происшествия выехали сотрудники ТТУ. Они отогнали поврежденный вагон в депо, после чего движение было восстановлено. «Золотые руки» в Самаре откроется выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России». Увидеть работы можно будет, начиная с 9 февраля в музее Алабина. Минувший год был годом кино, поэтому мастера раскрыли эту тему через призму народного творчества, соединив традиции и современность. Отпустив свою фантазию в мир кинематографа, посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев. А сама выставка – это символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки. Самарцы готовятся к весне. В зоопарке прошел мастер-класс по изготовлению скворечников. Птичьи домики учили собирать дети и взрослые. Заодно узнали много интересного о пернатах. Первые скворцы вернутся в область уже в конце марта. К этому времени в парках Самары уже повесят десятки птичьих домиков. Секреты правильного скворечника раскроет Олеся Корецкая. Берем дно в боковую сторону, скручиваем. Уверенными движениями плотник Самарского зоопарка Владимир Куликов строит домики для птиц. Скворечник стандартный, классический, по многолетним чертежам. Ведь скворцы – птицы консервативные. Для успешного заселения птичьи домики решили строить заранее. Первые птицы, то есть скворцы, которые поселятся в этих скворечниках, прилетают у нас в конце марта в нашу область. Соответственно, чем раньше мы ребятам расскажем, тем больше у них будет времени сделать скворечник, и тем больше будет идей, как сделать его интереснее и правильнее. Когда-то домики сколачивали гвоздями. Сейчас в помощь маленьким мастерам инструменты посложнее. Катя Серебрякова с шуруповертом на «ты». Дома часто мастерит с папой. Ну, мне нравится ремонтировать и шпаклевать. Первый раз вот шуруповер держишь? Нет, не первый. Я свой шкаф чинила. Ну, там надо было саморез зацепить. Там маска просто отпадала. Скворечник – самый популярный птичий дом. Есть еще синичник, тресогузочник, дуплянка и полудуплянка. Главное требование ко всем искусственным гнездовьям – подходить по размеру и быть незаметным. Он должен быть непримечательный, понимаете, потому что вокруг хищники, в общем-то, которые птицы подвергают своей жизненной опасности, если они приметны. И чтобы им вывести спокойное потомство, как раз нужен такой неприметный дынок. Первые навыки участники потом применят на практике в школе и дома. К Всемирному дню птиц 1 апреля будут собирать скворечники на конкурс. Классические повесят на деревьях в парках, остальные оставят как украшение. Вот этот скворечник больше декоративный, чем функциональный. Он яркий, красивый, птицы в таком вряд ли поселятся. Но в качестве украшения и мотивации сделать свой скворечник – самое то. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят сюжеты. Уж лучше вы к нам. Жителям Самарской области предлагают по бесплатному гектару в Магаданской области. Все лучшее детям. Городские депутаты заглянут в столовые детсадов. Дышите глубже. Самарский кулибин придумал прибор, позволяющий точно определить, насколько загрязнен воздух. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова